24 марта день штурманской службы ВВС России. В настоящий момент в военных частях нашей страны проходит службу более двух тысяч штурманов. Штурман обычно исполняет следующие обязанности. Прокладывает курс, исчисляет перемещение и отмечает передвижение на карте, а также следит за исправной работой навигационных приборов. В Челябинске базируется одно из крупнейших в России военных авиационных училищ штурманов. Учебное заведение открылось в 1936 году. Также 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох обнаружил возбудителя туберкулеза, ныне палочку Коха. В Челябинске в субботу пройдет ежегодная акция «Просветись» с 10 до 15 часов на улице Кирова возле здания главпочтампа и напротив входа в здание ЗАГСобрания. Все желающие смогут пройти флюорографию, тестирование на ВИЧ и сразу получить результат. 24 марта в 1802 году английский изобретатель Ричард Треветик получил первый патент на паровоз. Он развивал скорость около 20 км в час, однако паровоз так и не смог покорить железную дорогу. Чугунные рельсы не могли выдержать огромный вес машины и постепенно прогибались. В Челябинске музей истории Южноуральской железной дороги открылся в 1973 году. Сейчас в нем 17 тысяч единиц хранения. От станционного колокола до первого паровоза Челябинска. А в 1896 году Александр Попов осуществил первую передачу радиосигнала. Первая в России радиостанция была смонтирована под его руководством в Севастополе в 1899 году. Сейчас в мире 51 тысяча радиостанций. В медиахолдинг ОТВ входят радиобизнес ФМ, который вещает на город, а также радиодача и ретро-ФМ, вещающие на область.